Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я расскажу и покажу свой большой заказ парфюмерии и даже кое-что у меня есть из косметики с сайта Рандеву. Ароматов довольно много, поэтому я приняла решение, что видео будет разделено на две части. Ну, честно говоря, я сама лично не люблю очень длинные затянутые видео и принимаю решение такие же довольно краткие лаконичные обзоры снимать на своем канале. Поэтому, чтобы видео не было слишком растянутым, слишком затянутым, я разделю его на две части и в каждой части мы с вами сможем чуть-чуть более подробно зато поговорить про ароматы, которые я купила, которые я заказала. Все ароматы можно приобрести в интернет-магазине Рандеву, ссылки на них, на интернет-магазин и, конечно же, как всегда, промокод на скидку 10% я оставлю для вас в инфобоксе. Поэтому, если вам интересно, то переходите в инфобокс, там вас всегда ждет много полезной информации. Ну, а если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, давайте начнем. И начнем мы с вами с аромата, который я просто очень-очень давно хотела видеть в своей коллекции. Это Lancome Poema. Вы знаете, к этой покупке я, наверное, года три точно шла. То есть я когда-то познакомилась с этим ароматом в офлайн-магазине, я решила, что он мне нравится, что он мне нужен. Мне показалось, что это вообще идеальный аромат на раннюю осень, это воплощение ранней осени, когда, знаете, желтые листья вокруг, все залито солнцем. И вот аромат, он тоже сам по себе такой же солнечный. Мне хотелось этот парфюм, я не знаю, почему я столько лет откладывала покупку. И вот в конце прошлого, 2023 года, пришли новости о том, что Poema, к сожалению, снимают с производства. Все подтвердилось, это действительно так. Дело в том, что этот аромат мало покупали, и именно из-за этого бренд принял решение снять аромат с производства. И я решила, что нужно действовать, что больше возможностей не будет. То есть, возможно, этот аромат можно будет потом все еще купить в интернет-магазинах, но цена на такие снятые ароматы, конечно же, с каждым годом растет. Я решила, что нужно брать более того на Poema в объеме 100 мл, на рандеву действительно была прекрасная цена. И, кстати говоря, в своем телеграм-канале, если я нахожу какие-то крутые предложения с крутыми ценами с рандеву, я публикую тоже подборки. Так вот, не так давно в одной из подборок тоже была Poema, цена была на аромат очень приятная. Я сама ее заказала, решила, что время пришло, нужно брать. Заказала сразу в объеме 100 мл, как бы, ну, и не нужен меньше объем, потому что хотелось давно этот аромат. Наконец-то он у меня появился. Я уже его хорошенько разносила. Вообще, этот заказ я делала перед 8 марта. И со всеми ароматами я прям вот хорошо успела познакомиться, успела их разносить для того, чтобы рассказать вам свое мнение. Poema прекраснейший аромат. Для меня это аромат на тему медовых, желтых цветов. От флакона, или когда я его ношу и вдыхаю его близко с кожи, он один. А в шлейфе он совершенно другой. В шлейфе он более пудровый, более нежный, переливчатый, очень красивый аромат. Многие пишут, что в этом аромате есть ретро-намек, ретро-налет. Я вот ретро вообще не ощущаю. Возможно, есть вот легкое что-то, какая-то рука старой школы, но для меня он абсолютно точно не ретро, ничего бабушкинского, как говорится, я там абсолютно не ощущаю. Прекрасный классический аромат, действительно очень красивый. Идеально подойдет на раннюю осень. Ну и вообще можно его носить в любой другой сезон, когда есть такое настроение на поэму. У меня сейчас довольно часто к этому аромату тянется рука. Я в него влюблена. Он просто, правда, прекрасный. Следующий аромат, про который я расскажу, это Love by Killian или Love Don't Be Shy. Аромат, который я вернула в свою коллекцию спустя время. Аромат, с которым я хорошо знакома. Заказала себе красивый флакончик. Буду им пользоваться. Буду радоваться. Вы знаете, для меня всегда этот аромат был таким слегка противоречивый. Кстати, у меня в флаконе такая довольно яркая жидкость. Он настойный у меня. И цвет жидкости в этих флаконах, он зависит от того, настоявшийся аромат или нет. То есть жидкость может быть и более светлой. Потому что в этом аромате большое содержание ванили. То есть со временем он как бы настаивается и жидкость становится более яркой. Так вот, вернемся к аромату. В этом аромате я чувствую белые цветы. И белые цветы эти, они, наверное, ярче всего, кстати говоря, из них апельсиновый цвет. И белые цветы эти такие сладкие, яркие. Помимо вот этих сладких белых цветов, я как сначала, когда в первый раз тестировала этот аромат, так и до сих пор чувствую биопарокс. Вот был такой, или возможно есть до сих пор, спрей для горла, биопарокс. Аромат того самого биопарокса я чувствую в этом парфюме. Это вроде как прикольно. Сначала какое-то время меня это даже отпугивало, но потом я поняла, что аромат мне нравится. Очень яркий, заметный, интересный аромат, который вот правда хочется видеть в своей коллекции, который я с огромнейшим удовольствием ношу. Радуюсь, пользуюсь. В общем, действительно замечательный парфюм. Рада, что он вернулся в мою коллекцию. Если этот флакончик закончится, то потом обязательно куплю его снова. Покупала, по-моему, новый дизайн. Есть старый и новый дизайн. У меня новый дизайн. Вот такая красивая коробочка и красивый флакончик. Вообще ароматы бренда By Killian. Люблю в ближайших планах покупка Black Phantom. Тоже аромат, который был в моей коллекции. И очень хочу видеть его снова. Black Phantom это такой теплый, обволакивающий, очень-очень укутывающий аромат. И еще в этой части я покажу вам косметический продукт. Это крем от бренда Filarga. Гель-крем из серии Hydra, увлажняющий. Также я заказывала крем от Filarga еще и для своей мамы в подарок на 8 марта. Вообще не пробовала я их раньше. Я тут досмотрелась бьюти-блогеров. Начиталась в интернете отзыв, что косметика Filarga это просто вау, просто супер. В своем телеграм-канале просила что-то мне посоветовать от этого бренда. И также вообще рассказать свое мнение. Решила, что нужно попробовать. Заказала на рандеву этот крем. Но вы знаете, я пока им пользуюсь. Вот, у меня не так много использовано. Но в то же время, знаете, приятный по текстуре довольно крем. Такой увлажняющий, не оставляющий после себя там пленки, неприятных ощущений. И, как мне кажется, он неплохо действительно увлажняет кожу. Но я вообще заметила, что этой зимой особенно сильно кожа у меня не шелушилась. Хорошо бы его было бы проверить именно на такой экстремально сухой коже. Такого у меня не было. Поэтому, ну вот, просто пользуюсь им на ежедневной основе чудес. Пока никаких не вижу. Не могу сказать, что это прям вау. Но купила, хотелось, решила попробовать. Такой для себя сделала подарок на 8 марта в виде этого крема. Не знаю, куплю ли снова. Наверное, уже результаты расскажу в своем телеграм-канале, когда у меня будет пустая баночка этого крема. Пока результаты такие. Что, в принципе, неплохо, но, наверное, без чудес. Кстати говоря, если вы знакомы с косметикой Филарган, то также расскажите, что можно из этой косметики попробовать. Я, кстати говоря, недавно на рандеву еще заказала маску тут его бренда. Я написала все отзывы на все вообще товары, которые я когда-либо заказывала. У меня получилось в районе 5000 рублей, которые я потратила на маску от Филарган, которую я тоже очень хотела попробовать. Ну что ж, на этом все. Рассказала вам про свои покупки с рандеву. Как я и сказала, это была первая часть. Вторая часть также скоро выйдет на моем канале. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы знакомы с какими-то ароматами из этого видео, рассказывайте о них в комментариях. Кстати говоря, вот на заднем фоне ароматы, о которых мы с вами поговорим в следующем видео. Также рассказывайте, что за недавнее время вы приобретали в свои парфюмерные коллекции. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то не забывайте ставить пальчики вверх. Также подписывайтесь на мой канал. Я желаю всем отличного настроения. И всем пока-пока!